В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день мая с погоды. День семьи в нашей стране отмечается дважды в конце мая и в июле. И сегодня у нас в гостях многодетная мама, сотрудник Росгвардии Марието Хапаева. В эти минуты в нашей студии она расскажет моей соведущей Белли Джозаевой о своей семье, службе в силовых структурах и семейных традициях. Доброе утро всем. Доброе утро, Марието. Благодарю тебя за то, что ты нашла время и пришла сегодня к нам в гости. В нашей стране в России день семьи отмечается два раза в году, насколько я знаю, в конце мая и в начале июля. И вот наша встреча приурочена к этому дню, потому что ты сама из многодетной семьи, сама многодетная мама. Мне бы и у тебя отец тоже был сотрудником силовых структур, кстати, погиб. Прими, пожалуйста, мои соболезнования. Я хочу узнать, почему ты решила служить в Росгвардии? Ну, знаете, я, наверное, с самого раннего детства выбрала эту профессию, потому что я еще в детстве любила справедливость, доброту и порядочность. Я любила защищать тех, кто помладше, кто послабее. И это у меня, наверное, с самого детства. Это, наверное, пример папы еще перед глазами. Огромный, да, пример папы. Знаете, когда утром мы его провожали, вечером, когда встречали, мы гордились, что наш папа работает в силовых структурах. Для нас это было как гордость. И всегда говорили с гордостью, наш папа сотрудник. А супруг тоже работник силовых структур? Да, мой супруг тоже работает в погранбойсках. Сейчас он тоже на работе, защищает наши границы. Сколько у вас детей? У меня трое детей, две замечательные девочки и сын. Но они хотят продолжить династию? Вы разговаривали или они еще очень маленькие? А старшая и самый младший мой сын, я не знаю, какую профессию выберут. Но моя дочь, средняя Азалия, она точно выберет погоны и пойдет по моим стопам. И дай Аллах, дальше. А у вас есть какие-то традиции в семье? Конечно, у нас есть традиции, те, которые приемлемы у нас на Кавказе. Мы чтим все традиции, которые у нас в городе, в нашей республике. И приближается семейный праздник, праздник Курман-Байрам. Мы его каждый год отмечаем, приносим в жертву и раздаем бедным и нуждающимся мясо. Ну что же, я еще раз поздравляю тебя как многодетную маму, как хорошую дочь, как примерную супругу с Днем семьи и желаю успехов как в семье, так и в работе. Спасибо. И заглянем в календарь. Сегодня день российского предпринимательства. Именно 26 мая 1987 года вышел знаменитый закон о кооперативах, который разрешил людям заниматься предпринимательской деятельностью. Сегодня день сварщика. Очень нужная и востребованная профессия. Сегодня также всемирный день рыжих. Если вы счастливый обладатель рыжих волос, сегодня ваш день, который непременно стоит отметить. Рыжий цвет волос считается самым редким в мире. Им обладают только от 1 до 2% всего населения планеты. И еще сегодня день конника. В Карачаево-Черкесии их немало. И поэтому конники, сегодня тоже ваш день. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» «Северный Кавказ», затем программы русской редакции. А в 14.30 «Вести» «Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачной пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире.